Потому что, ну, несколько в ином русле. Дело в том, что у меня бабушка была настолько альтруист, такой, что даже те люди, которые ей говно подкладывали, да, ей в жизни делали много-много гадостей, она их прощала, любила, и слово ненависть, злоба у нее вообще отсутствовало. Я смотрел на ее жизнь и не мог понять вообще как. И когда она умирала, работала на трех работах до старости. Она умерла почти 80 лет, да? Ну, и я смотрел на ее детей, на детей бабушек, ну, на свою маму, на там братьев, на сестер, и они плакали, плакали. Я пробовал понять, и потом еще размышлял на эту тему, и потом понял, почему они плакали, и они горючими слезами плакали. Почему они плакали, как ты думаешь? А потому что она была настолько позитивная, что она им помогала в жизни, и они опирались на нее. Ну, конечно, люди плачут, потому что... И они потеряли эту основу, эту любовь, вот. А я, наоборот, вначале я плакал, а потом даже маленький, у меня тогда было, я не помню сколько, 5 или 6 лет, я осознал, что Бог сделал для нее приз, подарок. Потому что она настолько, ну, в жизни намучилась, и физически у нее очень много работы было трудной, и, ну, я не знаю, и любить всех, это, мне кажется, тоже очень тяжело. Нет, на самом деле это не тяжело. Это изнутри выходит, когда ты начинаешь, ну, благодарить каждый день и чувствовать эту любовь изнутри. Тогда ты можешь любить мир всех людей. Ну, короче, я радовался, то, что бабушка отмучилась там, да, и... А что ты видел на лице бабушки? А бабушка, вот как ты говоришь, она заранее, за 2 недели где-то, да, сказала, что я умру, и мне сказала, и своим детям сказала, и она заснула и не проснула. Вот я тоже хочу такую смерть. Я хочу заснуть заранее, всех предупредить, сказать, что меня скоро не будет, и давайте отпразднуем. А, отпразднуем прям? Да, отпразднуем то, что бабуля их, там, прабабуля, возможно, уходит, уходит и оставляет вам свой след, свою память. Некоторые же народы в мире, они не плачут, а тоже, как ты говоришь, радуются. Ну, я тоже хочу такую смерть, я хочу радости. Ну, потому что, на мой взгляд, уже так, на мой взгляд, уже вот в этом вся суть смерти. Человек уходит в мир иной, и нужно отправить его с праздником, с благодарностью, с теплом. Нет, вот так. Ты как считаешь? Я тоже так считаю. Ну, я же говорю как раз об этом. Но, не по поводу всех. Но, вот, несколько, ну, я прошу прощения, конечно, у них, да, на том свете. Несколько людей, когда они умерли, я считал, что все-таки они не сделали то, что могли сделать перед смертью. А как ты думаешь тогда, почему они ушли? Может, не могли, ты имеешь в виду? Ты это имеешь в виду? Каждый раз нам вселенная дает такие обстоятельства, такие ситуации, которые нам для чего-то нужны. И если мы их не можем интуитивно или просто, ну, почувствовать, прочувствовать, и увидеть, и разобраться в них, и пойти по той пути, который нам вселенная показывает, то, предположительно, человек пойдет в другую сторону, в сторону смерти. И поэтому, скорее всего, люди уходят. Люди уходят, ну, потому что, ну, такая история. А если это маленькие дети, то маленькие дети зачастую, они самые ранимые в семейной системе. И они, именно они берут часть болезни на себя, часть тяжелой ситуации, в том числе, включая смерть, потому что они видят в семейной системе, для того, чтобы система сохранилась, ребенок уходит, для того, чтобы муж и жена остались вместе. Ну, по поводу детей я читал очень многое, да, по поводу смерти детей, потому что у меня троюрная сестренка умерла, когда я тоже маленький был. Очень страшной смертью умерла, там, в общем, прабабушка решила приготовить, которой руки дрожат, решила приготовить, пока никого нет, и маленькую девочку оставили с прабабушкой, эти пирожки на жиру, на сковородке. И в казанке, в таком большом, кучу масла. Ну, сейчас ты будешь жесть рассказываешь. Девочка пробегала мимо, ногой заделает казанок, и все. Не надо такие жести, пожалуйста, рассказывать. Семь или десять литров масла горячего там, да, полностью ее облила. Ну, вот видишь, какая история ужасная. Скорая приехала уже... Ну, это, конечно, ужасная история. И вот я тогда начал задумываться по поводу смерти тени. Мне кажется, мнение людей, которые на эту тему дискутируют, разное. Ну, я считаю, что такие трагедии не разные происходят. Вот некая гниль такая мировая, да, она в энергетике негативной или она остается, или она сбрасывается. И вот такое ощущение, что вот маленькие дети, они вот как фильтры вот эту вот... Конечно, они самые уязвимые. ...собирают ее, эту гниль вот в этом мире, там, да, в мире человеческом. Собой забирают в какой-то степени. И не просто так же говорят о том, что уходят ангелы. Именно ангелы, они уходят и забирают что-то такое с собой. И, к сожалению, к сожалению, ну, такая история происходит. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто каждому в семье, каждому человеку нести ответственность за те поступки в своей жизни. Не только за себя, за свою семью, но и за то, что он несет в этом мире. Что из него выходит? Любовь, тепло, благодарность или злоба, там, нарушение границ, какие-то злые, ревность, зависть. Что от человека выходит? Вот если выходит из человека любовь, благодарность... Ведь поле, поле мира, поле вселенной, поле семьи, оно все считывает и все понимаешь ты. Если в семье один человек разозлился, то вся семья чувствует, как этот человек разозлился. Ну, вот поле все считывает. Ну, поле, ты имеешь в виду то, что я предполагаю, вот я считаю, что... Вселенная, мир. Я считаю, что существуют разные энергетики. Вот негативная, позитивная, любовь, ненависть, там, да. И они циркулируют вокруг. И человек, если задумывается и многократно проживает в каком-то состоянии, ну, состоянии злобы, допустим, он настраивается на эту энергетику, и эта энергетика настраивается на него. То есть, чем вот человек злится, тем больше он становится злым. И наоборот, чем больше человек любит, отдает, тем больше энергетика любви настраивается на него. И он на нее. Ну, это тоже, что я о чем и говорила. Я предлагаю закрывать наш диалог. Ты что хочешь сказать? Да, да. Я считаю, что... Об этом можно вернуться, потому что тема смерти, она очень невзотенциальная, очень большая. Обсудим дальше. Высказывайтесь. Пока. Пока-пока. Пока-пока.